Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Фрэшлайф 28 и в традиционной рубрике «Разбор полетов. История доктора Анвара. Как же похудеть на 60 с лишним килограмм?» Итак, друзья мои, те, кто смотрят канал Фрэшлайф 28, наверняка смотрят и плейлист о когнитивных искажениях. А поэтому вы знаете, что таких профессий, как ты ж врач, ты ж юрист, ты ж строитель, не существует. И если доктор, особенно в 21 веке, знает какую-то одну область медицины, совершенно нормально то, что он, может быть, не разбирается в другой. Нет специалистов, которые знают абсолютно все. Тем более в тех областях, в которых информации все больше, все больше и все больше. И наш сегодняшний герой, доктор Анвар, который сам по себе является акушером-гинекологом, тому не исключение. Поэтому, друзья мои, огромная благодарность доктору Анвару за то, что он записал это видео, поделился с нами своей историей. И помните, что врачи, такие же люди, как мы с вами, они также болеют, они также подвержены когнитивным искажениям, и они не всегда боги. Что же, встречайте. Всем привет. Меня зовут Анвар, мне 36 лет. Я из Узбекистана, город Ташкент. Работаю врачом-акушером-гинекологом. 20 апреля 2020 года мой вес составлял 162 килограмма. На сегодняшний день мой вес составляет 102 килограмма при росте 185 сантиметров. Как все это начиналось? Да начиналось очень банально. Все жрал подряд в студенческие годы. У нас 7 лет учебы. Было доступно, кто и ел. Очень много мучного. Сладкого, конечно. Без газировки никак не обходилось. Со школьной давности у меня всегда был избыточный вес. Всегда боялся медосмотров. Ходить с друзьями. Они потом начинали пошучивать. Вот. У тебя вес такой, ты жаробас. Да, если честно, всегда я был жаробас. Да и сейчас 102 килограмма есть, конечно же, избыток веса. Но я не планирую никак останавливаться. Потому что есть к чему стремиться. А как это началось? Да, как и всегда у всех. Сидишь, сидишь и думаешь. Ну, может начать худеть. А то эта форма уже никак не влазивает. 62 размер. Сейчас на данный момент у меня 54 размер. Сижу, как обычно, на дежурстве. Пишу историю болезни. Вдруг замечаю, что у меня ноги стали огромные. Смотрю на ноги. Они огромные. У меня нога размером 44 размер. Вот. И потянулся, чтобы посмотреть, что ли. Что ж не так. Надавил на ступню. А там отек. На голени тоже отек. Ну, такой нормальный, плотный. Аж оставляет следы от пальцев. И что-то я испугался. 36 лет. Умирать еще. В планах никаких нет. И думал. Ну, наверное, это. Что-то это я вес набрал. Вышел с отделения. Пошел прямо к весам. Стою на весы. А весы не показывают. У нас старинные. Дореволюционные. Показывают они до 150 килограмм. А уже никак не падает. Это так и стоит. Мерка. В конце. Вот. Вышел с дежурства. Прямиком пошел. Хостовар. Где продаю. Там мешки всякие взвешивают. Электронные. Встал на эти весы. Они 200 килограммовые. Встал весы. 162 килограмма. Я сам до речи потерял. Как так? 162 килограмма. Недавно же было 140. Хотя и 140 это очень много. Падок настроения. Ничего не хочется. Нам нервничаю. Приехал домой. Лег на диван. Как всегда включил телевизор. По телевизору ничего интересного нет. Взял телефон на руки. И стал забивать. Как похудеть быстро. Наткнулся на канал Антона Петрикова. Фрешлайн 28. Открыл. И первым по рекомендации мне пришло видео. Разбор полетов Азнамата. Я его посмотрел. Меня это очень вдохновило. Кстати, огромный привет. Респект. Я его. Я подписчик его инстаграма. Всегда наблюдаю за ним. Как он все это рассказывает. Помогает людям. Большой рахмат. От души. Вот. Посмотрел. Потом по рекомендации Азнамата. Посмотрел. Ролики Антона Петрикова. Базилия. Как и Азнамат. Я тоже ничего не понял. Вот честно. Кладя руку на сердце. Ничего не понял. Хотя я работаю врачом. Как-то. Наверное. Про питание. Все равно. Как-то в студенческие годы. Учили нас все это. Как это. Считать. Что углеводы. Что белки. Что жиры. Да. А я ничего не понял. Потом пересмотрел. Пересмотрел. Еще раз. Еще раза. Наверное. Три или четыре раз. Пересмотрел. До сих пор. Этим рекомендациям пользуюсь. Смотрю их. Часто. Что забываю. Пишу. Стараюсь. Вести дневник. Чтобы это все. Как-то запоминалось. Вот. И. Это был понедельник. 20 апреля. И я начал. Как-то заниматься. Трансформацией. Своей тела. Своим телом. Первую неделю. Это был ужас. Я вам скажу. Ну. В каком плане. Пять раз питаться. Это тяжело. Это неудобно. Нервы. Хочется. Хочется. Как-то жареного. Все. Картошки. Чипсов хочется. Сладкого. Это моя слабость. Я очень люблю сладкое. Вот. И. Как-то нервное. Очень депрессивное состояние. Будет. Это вас ждет. Но. Потом есть уже. Становится очень легко. И очень просто. Это надо просто начать. А для начала. Я вам так скажу. Ничего вам и не требуется. Это просто желание. Мотивация. Смотрите. Больше. Вот этих. Видим. Мотивирующих. Как. Как люди худели. Как это все. Как они пережили. Это все. Это. Это. Дает. Очень огромную силу. Не ленитесь. Лень. Это. Наш первый. Душман. По узбекски. Наш первый враг. Извиняюсь. Вот. Лень. Это наш первый враг. Я начал. Как питаться. Сначала я. Эти. Вот эти. Граммы. Вот эти. Калории. Я. Очень. Было сложно. Это все. Как будто бы. Это. Кошмар. Высшая математика. Я не мог. Это все. Посчитать. Купил напольные весы. Купил кухонные весы. Ну. По 10 долларов. Что ли. Вот так. Больше я ничего не покупал. Если честное слово. Я врач. Ну. Работаю врачом. Это. У меня. Дом у меня рядом. Работа. Дом. Все это. Я. Смог это сделать. Сейчас. Я нахожусь в карантине. Уже шестой месяц. Так как у нас врачей не хватает. И мы работаем. Шесть месяцев. Ты. Кто меня не видел. В роддоме. Мои коллеги. Они. 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 Перестают. Меня узнавать. Я прохожу. Мимо них. Они. Так. На меня смотрят. И говорят. И. Доктор. Это вы. Я говорю. Это я. Что с вами случилось. Конечно же. Будет. Такие. Разговоры. Молодой. Заболел. Коронавирус. Там. Похудел. Что-то. Пил. Какие-то лекарства. И. Ничего не пил. Да. Я заболел. Переболел. Этим коронавирусом. Но это никак не отразилось на моем питании. Никак. Ничего и даже не употреблял. Никакие антибиотики. Я не пил. Я просто ходил. Вечером. Просто. Три километра. Просто пешком. Питаюсь. Пять раз в день. Углеводы. Белки. Жиры. Проблем никаких. Все хорошо. И самое огромное. То, что плюс. Это бонус. Азамат тоже это говорил. Недавно ролик снимали. Это тоже отметили. Это. Самый огромный плюс. Это в том, что. Заходишь в магазин. В магазин и говоришь. Дайте мне вот эту вещь. И примеряешь. И это. Вот тебе идет. Тебе это влезло. Это хорошо. Это. Это очень большой плюс. Мотивируйтесь этим. Просто заходите в магазин. В магазин и выбирайте ту вещь, которую вы хотите одеть. А не так. Заходите в магазин и говорите. Что у тебя есть. Чтобы не влезло. Вот это и самое огромное. Плюс. Поверьте. Это. Это кайф. Вот. Спасибо. Антону Петрикову. За все его старания. От души благодарен ему. Так же останавливаться я не собираюсь. Будем работать. Всем привет. Подписчикам. Подписывайтесь. Здесь нет никакой лжи. Никакого пафоса. Ни рекламы даже нет. И кстати. Никакого спорта. Не надо. Поднимать тяжелое что-то. Фитнес. И какие-то дополнительные расходы. Ничего здесь нет. Поверьте мне. Даже. Многие говорят. Что диета это дорого. Здесь дорогого. Даже ничего не нет. Вы сможете. Просто. Надо поверить в себя. Всем до свидания. Удачи. Всех благ.